Югра в этом году выполнила все планы по модернизации первичного звена здравоохранения. Из 12 поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию, 7 построены с опережением сроков. Два объекта из 12 сдали на год раньше намеченного срока. Об этом в ходе заседания профильного штаба рассказал заместитель губернатора Югры Азат Ислайв. Общественная приемка последнего обновленного в этом году объекта здравоохранения прошла накануне. В Березово капитально отремонтировали районную поликлинику. Медочреждение было построено 40 лет назад и давно нуждалось в модернизации. Площадь больницы за счет двухэтажной постройки увеличилась на 600 квадратных метров. Современное здание оснащено лифтами для маломобильных групп населения. В поликлинике начнут свою работу рентгенологическое, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики и лаборатории. В этом году по одному из сложнейших федеральных проектов первичному звену здравоохранения округ выполнил все планы. Сегодня мы ввели 12-й объект, что в три раза превышает показатели прошлого года. Вот это отрадно, что несмотря на сложнейшие условия строительства на труднодоступных территориях, в целом программа исполнена, перевыполнена, кассовое освоение полностью обеспечено, стопроцентное федеральное средство. Всего за полтора года строители возвели эти красивые современные восьмиэтажные дома. Совсем скоро в них переедут те, кто жил в аварийном фонде, одна квартира для опекаемого ребенка и несколько для семей участников СВО. Василий буквально два дня назад приехал домой на побывку. И сразу такое событие. Участник СВО был серьезно ранен. Долгое время пролежал в госпитале. У пайковчанина растут трое сыновей. Новая квартира хоть и двухкомнатная, но вдвое больше прежней по метражу. Очень сильно рады, что перед Новым годом есть возможность до Нового года перебраться в новую квартиру. Как говорится, в новой квартире отметить Новый год 2024. Осталось только дело за переездом. Самые яркие эмоции были у Ольги Григорьевой. Она сторожил поселка. В свое время ее отец, первопроходец, строил внутрипромысловые и пайковские дороги. Ольга Леонидовна очень ждала, когда очередь отмечать новоселье дойдет и до нее. Я не могу-то верить даже, что я еще поживу в капитальном доме. Для меня это просто даже не передать ничем эмоции. Но трехкомнатная, как равносильная. Я родила троих детей в поселке здесь, все здесь дети. Вон доченька подъехала, моя вон внученька. Руководство региона и застройщики постарались сделать все, чтобы такой подарок обязательно случился к Новому году и вручить заветные ключи. Раньше болотистые места были, а сейчас какой красивый микрорайон. И садик недалеко здесь, и школа недалеко, и детям, где есть поиграть. И дома такие красивые. Сейчас внутри были, отделка неплохая. Я сам тоже в свое время работал строителем и вижу, что неплохо сделали. Единственное в округе, которое, как Матая Владимировна говорит, золотой стандарт выполнили. Вы заслужили жить в комфортном, хорошем жилье. Хочу вам сказать, что мы не снижаем темпы. Мы будем наращивать темпы по строительству жилья. Татьяна Щерба с сыном поспешили в свою квартиру. Их устраивает все – просторные комнаты, а кухня – как большая студия. Вообще, планировка всех квартир удачно вписывается в пожелания пайковчан, которые учли застройщики. Сегодня очень счастливый день для нас. Дождались квартиры, очень понравилось. Всех с Новым годом. Подарок очень хороший. И все люди, которые переезжают, счастье и здоровье в новых квартирах. Спасибо всем. В Пойковском торжественная церемония сдачи домов прошла уже в третий раз в этом году. В следующем муниципалитет планирует выкупить квартиры на полтора миллиарда рублей. А значит, в 2024-м новоселье продолжится. Жанна Воронина, Сергей Семеняко, Седьмой канал. Меню нягонских школьников пополнилось новыми полезными продуктами. В этом году в Югре было подписано овсетное соглашение между комбинатом питания «Нягони» и уральским молокозаводом «Агроника». Заключенный овсетный договор – первый в регионе и шестой в стране. В рамках контракта комбинат питания «Нягони» до конца 2024 года будет закупать у компании молочную продукцию. Молокозавод, в свою очередь, модернизирует в Урае действующее производство. Так уже приобретено 16 единиц оборудования для производства витаминизированной продукции. Овсетный договор – это особая форма сотрудничества. Такой контракт предусматривает, что малое или среднее предприятие инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство. А заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги. Благодаря овсетному договору компания «Агроника» из Урая расширила рынок сбыта своей продукции на 20%. Мы в 2021 году получили статус лучшего предприятия по организации питания по Уральскому округу. Когда проходила отборка лучших предприятий, нас включили в список. Мы получили такой статус надежного покупателя в данной виде организации питания. И нам предложили заключить данный овсетный контракт. Естественно, мы выбрали «Агронику», потому что мы уже не первый год с ними сотрудничаем. Продукция достаточно хорошего качества, без всяких консервантов и пользуется спросом у наших деток. Вот так складно. Семь человек накормят всех пациентов Центра охраны материнства и детства. Первое, второе и компот бережно упаковывают в закрытые контейнеры, где сохраняется тепло, аромат и герметичность. Систему пищевого конвейера в Сургут привезли еще задолго до строительства самого Центра. Мы поехали учиться в Федеральный институт НИИ эндокринологии и питания города Москвы. Мы там посмотрели полностью всю эту систему таблет питания пациентов. И с этой технологией мы приехали в этот центр и спроектировали наш пищевой блок под эти все технологии. Шестиразовое питание положено всем пациентам Центра вне зависимости от отделения и возраста. Кормят вкусно, сытно и часто. Все по приказу Министерства здравоохранения России. Повара ориентируются только на медицинские показания пациентов. Есть несколько диетических столов и рекомендации врачей. У нас питание по 14-дневному меню, сбалансированное, соответствует нормативным документам, соответствует нормам, прописанным на федеральном уровне. Беременным можно сок, а кормящим уже его нельзя. Кормящим больше молока, свежие овощи тоже кормящим в ограниченном количестве, беременным побольше. Попробовать второй раз одно и то же блюдо редко удается пациентам Центра охраны материнства и детства. Только если пришлось задержаться в лечебном учреждении. Повторяется меню здесь раз в две недели. А если пациенткам хочется вкусняшек или изысков, их можно заказать из кафе, не выходя из палаты. Здесь альтернатива есть питание такое. То есть заказ в кафе можно сделать. И мне кажется, это очень прекрасная такая услуга. Потому что, если, например, хочется чего-то вкусного или, например, родственники не могут доставить тебе передачку, ты можешь заказать тут же онлайн и тебе принесут это в палату. Это очень удобно. Поэтому это, мне кажется, очень доступный такой сервис. И это классно. Зная о необходимости беременных пациенток питаться не только сбалансировано, но и с учетом вкусовых предпочтений, сотрудники Центра организовали кафе. Все для удобства. Заказ через QR-код, большое меню, десерты, свежесваренный зерновой кофе и многое другое. На новогодние праздники пациентов тоже не обделят вкусняшками. В меню появится необычная праздничная выпечка, традиционные мандарины и другие фрукты. А вот майонезных салатов, оливье и селедки под шубой пациентам Центра охраны материнства и детства попробовать не удастся. Они просто не рекомендованы к употреблению будущим и молодым мамам. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. 546 общественных пространств преобразили в Югре за пять лет по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Озерный парк «Картопья» в Советском, паркур-парк в Ханты-Мансийске, новый бульвар на набережной в Нижневартовске. И это лишь часть большого списка благоустроенных территорий. В этом году победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 40 общественных пространств в 16 муниципалитетах Югры. Так, в следующем году в Иглучинске благоустроят набережную. В Лангипасе преобразят центральную городскую площадь, а в Нягоне появится новый парк. В предновогодние дни в Сургуте проходят рейды по елочным базарам. Представители администрации города проверяют наличие у продавцов разрешающих документов на продажу елок, порубочные талоны и, собственно, разрешение на то, чтобы стоять, как правило, на муниципальной земле. Будем проверять у вас законность вашего здесь нахождения, наличие документов на елочную продукцию. Можете предоставить, да? Продавец, так скажем, предоставил нам карантинный сертификат на елочную продукцию. Также он предоставил нам товарно-транспортную накладную, которая подтверждает законность перевозки елочной продукции в данное место. Вот только нам еще гражданин не предоставил документы, которые должны подтверждать разрешение на нахождение на муниципальном земельном участке. За это в отношении него будет составлен протокол по статье 37-102 окружного закона и назначен административный штраф при первичном от 1000 до 3000 рублей. Пожалуйста. Проверка вашей елочной продукции. Пожалуйста, пожалуйста. Документы на елку. Документы не у меня. А где? Ой. Надо позвонить. Надо звонить, чтобы привезли. Дело-то серьезное. Вы где чаще покупаете? Чаще здесь. А вам важно, чтобы там сертификаты были, разрешения? Сказал, что все есть. Вы спросили? Спросил, спросил. То есть вам это важно? Да, конечно. А почему важно? Ну, потому что экологически чистая должна быть. Домой несете, никуда не будет. В администрации города рассказывают, что у нас по Сургуту 11 таких точек. Практически большая часть из них имеет все необходимые разрешения. В случае, если продавец не имеет разрешающих сертификатов на вырубку ели, ему необходимо будет проехать в пункт полиции, дать объяснение. А все эти елки должны будут конфисковать. Вы каждый год из Башкирии возите? Да, да. А почему именно оттуда? Ну, качественные елки зеленые. В городе смотрели, какие елки есть. А эти не желтеют? Нет. Все есть документы? Есть все. Все нормально, все чисто. Сложно вообще вот так вот такой бизнес вести? Ну, легкого сейчас ничего нету. Легких денег нет. Вы сами-то сургутский? Нет. С Краснодарского края. Продам, продам, что не продам, церковь отдам. Зачем церковь? Ну, крещение. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Сейчас делали новогодние подарки всем ребятам. Очередная партия гуманитарного груза от серебряных волонтеров Совета ветеранов и благотворительного фонда Владимира Семенова «Благодарность». К Новому году в каждую пару носков для бойцов вложили записки с пожеланиями. Пайковчанки уже сбились со счета, сколько пар было связано и отправлено ребятам. Но останавливаться не планируют. Это их долг, уверена Минигуль Косвинцева. Вот это самый ответственный момент у нас, быть добровольцем. Потому что в такое тревожное время нашей жизни мы должны помогать нашим ребятам, солдатам, поддерживать их во всех их отношениях. Какие бы просьбы к нам не поступали, вот прийти, помочь, сложить, сшить, связать. Мы с удовольствием все это делаем. С самого начала СВО они в числе первых вызвались помогать бойцам. Серебряные волонтеры – это самый надежный и заботливый тыл. Уже больше 10 лет пойковские бабушки активно участвуют в общественной жизни поселка, района и округа. Этот год был одним из самых плодотворных. Был у нас форум. Я ездила в Москву на форум добровольцев и серебряных волонтеров. Там я была три дня. Зрелище, конечно, незабываемое. Я первый раз была на таком сборе. Было 600 человек. Одним из самых запоминающихся событий этого года стала поездка в Тобольск в рамках гранта губернатора. К слову, это не единственный проект, который реализовал Совет ветеранов за 2023. Планов на предстоящий год много. И этих бабушек старость дома точно не застанет. Ольга Слобоженёк, Юрий Баталов, Седьмой канал. О находке в конце ноября краснокнижного розового фламинго жители посёлка Светлый Берёзовского района сообщили в надзорные органы округа. После обследования специалистами нетипичную для наших мест птицу 16 декабря доставили в мини-зоопарк Советского. И вот уже неделю у дитя заката есть тёплый дом, еда и заботливые люди. Поступил сигнал в природнодзор о том, что птица находится у местных жителей. Было принято решение её куда-то транспортировать, где более-менее хорошие условия. Специалистами ветеринарного центра были взяты пробы на заболевание. И как только пробы пришли отрицательные, птицу готовили к транспортировке к нам. Для южного гостя сотрудники мини-зоопарка создали максимально комфортные условия. В отдельном вольере для экзотической птицы установили бассейн и повесили зеркало. Благодаря чему она быстро адаптировалась и даже разговаривает со своим отражением. А ещё потеряшку окружили вниманием, заботой и сбалансированным питанием. В рацион питания фламинго входят овощи – это капуста, морковка, свекла. Растительная пища – это кукуруза, овёс, проса или специализированный комбикорм. И из белков – это рыба и яйцо. Установить возраст птицы не удалось. Но, судя по оперению, это совсем молодая особь. Ведь рождаются фламинго с перьями серого цвета. И лишь достигнув трёхлетнего возраста, меняют окрас на цвет утренней зари или закатного солнца. По словам специалистов, молодой фламинго отбился от стаи. И в последние годы количество таких потеряшек растёт. В итоге судьба этого найдёныша в дальнейшем ещё будет решаться. Гончарное мастерство, бьюти-индустрия и квадрокоптеры – всё это теперь доступно молодёжи в Ульт-Ягуне. Там открылся восьмой по счёту молодёжный центр в Сургутском районе. Яркое пространство станет центром притяжения школьников и молодых людей 30+. Занятие по душе найдётся каждому. В помещении площадью 229 квадратных метров расположено несколько функциональных зон – каворкинг, киберзона и зона медиа. В центре досуга не забывают и о пользе. Курсы профориентации приглянулись молодёжи Сургутского района. Что-то потеряно было, что в советское время. Я учился в межшкольном учебном производственном комбинате. Я когда 11 класс закончил, у меня были корочки слесаря, автослесаря, слесаря-инструментальщика. И водителя категории БЦ со штампиком по достижении 18 лет. Сейчас этого, к сожалению, нет. За этот год 214 сертификатов, которые дают право вести профессиональную деятельность, зарабатывать деньги. То есть детвора прошло обучение и получил документ о профессиональной деятельности. Также в центре будут организованы тренировки по лазертагу и пинтболу. Отдельное внимание уделят экотехнология. Благодаря термопрессу молодёжь сможет использовать вторсырьё для производства сувенирной продукции, печати принтов на футболках и шоперах. По запросу юных ульт-ягунцев в молодёжной резиденции также открылось направление бьюти-индустрии. Девушки могут научиться профессии лэшмейкера. Стоимость объекта 38 миллионов рублей. 7 миллионов рублей молодёжь привлекла самостоятельно в рамках инициативного бюджетирования. Это окружной конкурс, благодаря которому мы можем привлекать деньги на свои проекты. И 3 миллиона рублей нам благополучно дала администрация Сургутского района для того, чтобы вот эта красота осуществилась на территории сельского поселения ульт-ягун. Как отмечают сами педагоги, год, посвящённый их профессиональной деятельности, был не только насыщенным, он просто стремительно пролетел. В 2023 году было сделано много интересного и полезного. Открыт кванториум, центр медиации, появились новые профильные классы, разработаны новые проекты. В год педагога и наставника муниципальными, региональными и федеральными наградами, а также грамотами и благодарственными письмами от Комитета образования было отмечено более 1 тысячи человек. На церемонии закрытия ведомственные награды от Министерства просвещения получили ещё 7 педагогов. С детства мечтала быть педагогом. В школе, когда была маленькой ученицей, учителя давали задания, выступала перед классом. Это было так захватывающе, это получалось. Потом, когда пришла в профессию, поняла, насколько это сложно. Первое время, может быть, хотелось даже отступить. Но когда проходит год, второй, получаешь какие-то результаты, дети выходят в жизнь не без твоего участия. Это становится твоей жизнью, это становится необходимостью, это становится, ну, как дышать. Говорят, самое большое счастье для человека, это когда ты с удовольствием идёшь на работу и с таким же удовольствием возвращаешься домой. Вот для меня педагогика – это вся моя жизнь. И 35 лет, скажу банально, но они действительно пролетели незаметно. И сейчас страшно произносить такую цифру. Но в дальнейшем, думаю, что это не последняя для меня цифра. Ещё и будут и 40, и 45. Я в это хотела бы верить и хотела себя реализовать и дальше. Сегодня в системе образования трудится 1700 человек. Среди них есть педагоги, ставшие победителями и призёрами премии губернатора и президента. 12 учеников Нягонских школ вошли в число самых умных на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А двое выпускников стали стобальниками по одному из предметов ЕГЭ. Мы участвовали в большом количестве мероприятий, более 300 мероприятий. И завоевали более 600 призовых мест на разном уровне. Это уже федеральные, региональные, муниципальные. Это творческие конкурсы, конкурсы гражданско-патриотического направления. Весь год, год педагога и наставника, специалисты сферы образования не только учили, воспитывали, передавали опыт молодому поколению, но и сами повышали квалификацию, разрабатывали новые методики, проводили всевозможные форумы, акции, мастер-классы, танцевали и даже пели. Год педагога и наставника официально завершается, но, как отмечают учителя и воспитатели, впереди год семьи. А значит, их год продолжается, поскольку родитель является первым педагогом ребёнка. Югорчане помогают обитателям водоёмов пережить зиму. В Советском районе провели акцию «Дыши, рыба». Оказывается, толстый слой снега и льда может ограничивать поступление кислорода. Его запасы, сохранившиеся в воде, истощаются. Это может привести к гибели подводных растений, рыбы и планктона. Для аэрации во льду делают небольшие лунки. Помочь обитателям озёрного парка «Картопья» вызвались местные любители активного отдыха. На предварительно очищенном от снега льду быстро появились больше 20 спасительных лунок. Их пробурили на трёх самых глубоких участках озера. Я папе помогаю бурить озеро, чтобы рыба смогла дышать. Ты первый раз бурил её? Честно, да. И мне как впечатление понравилось? Да, мне немножко помог. Папе было вроде не так тяжело. А вот на той толщине, там была довольно толстая, большая толщина льда. И даже папа не смог. Даже дыхка была, но воды не было видно. Вообще в жизни первый раз бур взяла. Так тяжело, оказывается, грутить-то его. Вот и непросто это всё. Ну ничего, разминка на свежем воздухе. Я не думаю, что эта акция у нас последняя. Я думаю, что в течение зимы нам нужно несколько раз выйти вот так на лёд и пробурить эти лунки. В небольшом зале Центра молодёжных инициатив «Нефтьюганска» «Аншлаг». Дети и взрослые вот-вот войдут в число первых россиян, кто увидит премьерные эпизоды новой приключенческой комедии «Недетское кино» от видеосервиса «Винг Ростелекома». Для начала всем бесплатный попкорн, а уже потом сеанс. В сериале снились Александр Головин, Кай Гец и Настасия Самбурская. По сюжету школьники случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря, Кикима, Рукащея и других сказочных персонажей, нарушив баланс в мире. Теперь подросткам предстоит всё исправить. Новые сериалы и фильмы, выходящие на «Винг», создаются под конкретного зрителя и затрагивают такие важные темы, как о травле в школе, как в сериале «Плакса», о выборе профессий, как в сериале «Политех», либо о перволюбви и дружбе, как в сериале «Недетское кино». Эти все фильмы и другие 60 тысяч единиц контента вы найдёте на нашем видеосервисе «Винг». После предпоказа на площадке прошла беседа с психологом. Специалист рассказала, как правильно подобрать видеоконтент для подростков и с кем смотреть фильмы – в одиночку или с родителями. Своим опытом поделилась многодетная мама и юные зрители. Детям и подросткам очень важно фильмы смотреть вместе с родителями, потому что дети, когда смотрят фильм, отождествляют себя вместе с героем, испытывают чувства, но они не всегда понимают причины следственной связи, почему герой поступает так или иначе, что такое хорошо и что такое плохо. Именно совместный просмотр помогает иной раз даже некоторые конфликтные ситуации между ребёнком и взрослым проговорить, уже проглядывая на героях какого-то фильма либо мультфильма. Сериал очень классный, бомбический, нереально молодёжный, очень весело, очень интересно и смешно наблюдать за главным героем, за его хобби – кино. Чтобы узнать, чем закончилась новая фэнтези-история, все зрители получили промокоды на бесплатное подключение к онлайн-кинотеатру «Винг». где и выйдет сериал «Недетское кино». Уже совсем скоро – 1 января. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!